Знакомство с участниками истории. Познакомьтесь, это те, кто мог бы иметь самое непосредственное отношение к теме тестирования как искусству повышения знаний у обучаемых и технологии управления обучением. Тот, кто обучает, ему не хватает и на что времени, хотя он старается изо всех сил. Он лоялен к своей организации, но у него не все получается из-за того, что не всегда обладает нужными компетенциями. Иногда он совершает ошибки и срывается на окружающих, но в целом он отличный человек. Многие годы я тоже был таким. Мне подчинялись многие, обычно с низким уровнем квалификации и мне крайне важно было их обучить. Чему я в итоге обучился с применением онлайн технологии и особенно при помощи платформы Moodle. Неважно, как того, кто обучает, зовут. Но он мог бы выглядеть вот так, уставшим от колоссальной перегрузки. Обучающийся перфекционист. Знает, что ему нужны глубокие знания, но не терпит пустой траты времени в ходе обучения. Мне часто встречаются такие. Они всем хороши до тех пор, пока не встретят ляпы в контенте или заданиях. Они не приминут высказать свое фи с намеком, что обучающий сам не знает то, о чем говорит. Постепенно научился даже собственные ляпы превращать в изюминки, но достичь их признания дорогого стоит. Он мог бы выглядеть вот так. Обучающийся ленивый и хитрый. Иногда он способен удивлять работоспособностью, но редко. Они более опасны, чем перфекционисты тем, что способны оказывать негативное влияние своим заражающим гедонизмом. В обучении при любой возможности побыстрее получить оценку хитростью, будут эту возможность использовать. Но и их я научился приводить в нужное состояние благодаря потрясающим возможностям мудала, которых вы узнаете в шестом занятии. Этот хитрый ленивец может выглядеть так. Руководитель обучения. Ему важно, что все работы выполнялись вовремя и что за обучение должен отвечать тот, кто обучает, а не тот, кто думает за всех. Мне приходилось встречаться именно с такими, почему я и научился сам решать все проблемы, а заботливого начальника видел только во сне. Обычно руководитель может выглядеть так. Есть еще неодушевленный участник процесса. Платформа для дистанционного обучения Moodle. Ее называют Кинг-Конгом всех платформ в мире. Самая популярная, однако новички ее часто боятся из-за того, что в ней есть много настроек, малопонятных инструкций и тех, кто умеет обучать ее применению. Конечно, она не живая, но иногда кажется такой. Вам повезло, я один из тех, кто умеет обучать. Сейчас для новичка может представиться таким чудовищем. Есть еще одна личность, которой в нашем курсе нет, но с ней вы можете столкнуться в любой момент. Это так называемый пед-дизайнер. Не стоит спрашивать его о том, какой он курс делал. Зато отнять ваше время про то, как надо учиться в онлайн, надолго он сможет. Он может выглядеть вот так. Сюда же можно было бы включить родственников и друзей упомянутых героев, но они редко имеют сколь-нибудь значительное влияние на развитие нашего сюжета. Хотя в жизни случается всякое. Еще всегда при онлайн-обучении есть персонаж, без которого ни один курс в Moodle не появится и никто на него не запишется. К нему вы можете обратиться абсолютно по любому вопросу в любой день и в любое время суток. Правда, ночью он вам может не ответить, а днем обязательно. Это администратор платформы. Он может выглядеть вот так. На самом деле это я, тот, кто обучает в этом курсе вас и тоже является администратором платформы. Впрочем, не важно, как выглядят наши герои. К тому же их образ может кардинально меняться со временем. Важно то, в каких невероятных ситуациях они могут оказаться. От драматических до комических. И все это в связи с применением тестов. А теперь посмотрите ниже. Вы видите навигатор. Перейти на переходы со стрелочками. Будем последовательно. Перейдите на следующий элемент со стрелкой вправо. Сказка и быль. Самооценка. Где вы узнаете про свои возможности в тестировании. Может быть создание тестов это вовсе не для вас.